как вы считаете можно доверять такой книге как библия как вы думаете можно ли доверять такой книге как библия вы когда-нибудь читали вы верите всему что там написано а вы крещеная православная христианка нет я крещена в такой церкви как ну где получается там где читают библию я не знаю как правильно это назвать баптистов или адвентистов вы сами еще не знаете да а ваши родители то верующие они они в эту церковь ходят да где воскресили ну мы ходили в эту церковь сейчас мы не ходим туда а куда оно время делается я потому что не хожу потому что я переехала в другой город родители потому что ну это церковь она переехала она у нас была почти дома а сейчас они построили другой большой дом потому что нас было очень там много не хватало места и они переехали а родителям ходить далеко от дома что они на окраине и села у них а я сейчас в город переехала ну и как вам эта книга помогла в жизни как-то ваша жизнь изменилась или до того как вы читали эту книгу ну думаю что да в лучшую сторону ну да в лучшую сторону у родителей все наладилось все родители долго не могли найти работу потом оба работают нормально зарабатывают родила со сестренкой и братьями хорошо уже по три года летняка хорошо хорошо а в православной церкви вы не были ни разу да? нет я была я с детства где-то до не знаю лет наверное до 11 с бабушкой ходила в православную церковь а потом как бабушка умерла мне пришлось переехать с родителям потому что негде было дедушка потому что сказал что он сам за не останется переехал в другой город и мне пришлось к родителям и они ходили в другую и мне пришлось принять другую веру и куда они входили ну а вот православная вера и вера баптистов вот они же разные веры и как они отличаются вот в православной церкви допустим где обычный батюшка где обычные иконы там получается приходишь ставишь свечи и вот стоишь там нужно в юбках ходить и все а вот в такую как бы секту можно сказать там получается можно хоть в чем ходить и ты приходишь ты сразу должен не там не читают молитву там поют песни тоже восхваляя бога и что и проходится по библии там как бы люди абсолютно любой человек который читал библию может стать как бы как бы ну не священником не знаю как они в сектах называются главарем у меня долгое время папа был этим главарем и до сих потом поменялся но вы говорите как бы секта то есть вы считаете что это неправильная церковь какая из них истина это православная или вот баптистская сами то вы говорите мне пришлось поменять веру веру православную была ли она у вас в чем разница я не знаю православная вера для меня ближе наверное думаю а чем ну как-то не знаю на ближе к секту я просто все молитвы знаю наизу и как бы я там была в хобби пела постоянно была маленькая такая пела как бы ну не знаю она ближе по сердцу а сейчас ушла получается с той секты не хожу больше туда и меня получается вот ну не знаю когда я хожу к себе домой где я живу от родителей меня вот те зовут мария приходи аллилуйя нам тебя не хватает как у вас дела спрашивание плохо тебя не хватает приходи мария приходи а вы сами за какую за православную церковь или за такую я за православную церковь в которой любят слово божие мне по милости божией выпало счастье вот прибывать в такой православной общине где мы все любим библию изучаем библию читаем толкование святых отцов православной церкви что самое вот важно это я считаю что из барнаула вот если вы с интернетом дружите есть такой православный проповедник игнатий лапкин он известный в интернете у него свой видеоканал называется открытым оком во свете библии вот я вам рекомендую подписаться на этот канал и смотреть ролики может быть и наш вот этот с вами разговор тоже вы увидите вот он давно уже в этой чат рулетки благовествует каждое воскресенье собираемся рассказываем людям о православной вере что-то зависло и а и Продолжение следует...